и так пробую еще раз все перезарядил перезагрузил если сейчас не пойдет то не пойдет все значит сегодня не судьба но я думаю что должно пойти и так как меня слышно в этот раз как меня слышно как меня видно все перезагрузил все сделал светлана к той осмотрит и как сегодня как сейчас давайте смотрим как слышно как видно в этот раз поставьте по 10 бальной шкале как меня слышно как видно есть звук все валентин титове сейчас пропадет значит сегодня не судьба все но если будет дальше то будем 10 10 хорошо и так значит мы сейчас находимся в начале тогда без предисловий значит вначале мы изучаем книгу которая называется береги свою речь и значит мы сейчас разбирали последние все занятия когда кто-то говорит ваша нора или злоязычие или например вам надо выяснить какую-то информацию о ком-то и вы не хотите слушать вы не хотите слушать злоязычие но люди не все ходят на эти уроки не все люди вообще добрые не все люди хотят делать добро друг другу и многие люди они говорят негативные страшные вещи на себя на свою жизнь они просто своими словами разрушают свой мир и разрушают миры окружающих людей и вот человек который начинает беречь свой внутренний мир он хочет его очистить и быть святым до святым это имеется ввиду максимально приближенным ко всевышнему то он в этот момент попадает на такую знаете как военные действия то есть туда открываешь новости злоязычие сплетни обман злоязычие сплетни обман встречаешься с тем-то он тебе пересказывает новости злоязычие сплетни обман обязательно в разговоре кто-то на кого-то скажет что-то плохое это как бы ну практически в 90 процентов разговоров в них проникает или злоязычие или как в талмуде написано что рубам бы гэзель что большинство людей спотыкаются в грабеже то есть где-то кому-то не додал деньги где-то работу не додал где-то на работе например ты работаешь и используешь на работе условия работы для личного ну и так далее теперь большинство спотыкается в этом гэзель в грабеже в каких-то мелочах но где-то то у кого-то время украл опоздал на встрече на 15 минут например да или на работу опоздал на 15 минут это можно сказать что это чуть-чуть и где-то споткнулся на грабеже теперь меньшинство меньшинство в а райот а райот это разврат переводится да то есть на сегодняшний день человек например идет по улице он вообще не хочет думать про это но он тут реклама там реклама тут он открывает просто фейсбук а ему такая идет реклама со всех сторон и он автоматически так как у него внутри сидит животное начало он может в эту тему идти мыслями и там не дай бог и действиями а теперь третья третья сказали мудрецы и все абсолютно все спотыкаются в авак в пыли злоязычия то есть бывает что человек не говорит злоязычия но его этой пылью накрыло бывает что сам он где-то про кого-то сказал что-то такое унизительное да в общем все спотыкаются в злоязычие теперь сейчас нам дает совет равзелик плистин он говорит так вот значит иногда случается что есть острая необходимость выслушать неблагоприятную информацию о ком-то то есть ты должен там например про кого-то проверить что-то узнать и так далее теперь он говорит мы имеем право выслушать ее только при соблюдении следующих условий каких условий первое что тот кто нам дает эту информацию вот мы должны выяснить про кого-то что-то он должен быть значит без эмоций и без привнесения личного момента то есть если он не любит например я знаю есть два человека они враги я к одному подхожу и говорю слушай мне вот надо сейчас выяснить про второго там что-то что ты можешь про него сказать он я про него и как нет они враги то есть понятное дело что его спровоцировал этим самым то есть я понятное дело что ничего хорошего не услышал услышу только плохое поэтому нельзя провоцировать если у человека есть личная неприязнь к тому о котором он рассказывает и второе он говорит второе условие мы не нарушили запрета если услышали злословие которое началось до того как мы присоединились группе разговаривающих ведь разговор произошел не по нашей инициативе и все равно лучше в таких разговорах не участвовать даже пассивной стороной то есть стоять люди кого-то обсуждают и вы помимо проходили и услышали вы не спровоцировали никого если вы не верите вы вроде бы ничего и не нарушили но он говорит лучше не туда не входить почему потому что как говорят мудрецы в талмуде что человек который который заходит в магазин в котором продают духи он оттуда выходит он пахнет духами он ничего не купил но вот этот весь запах который там есть он в него впитался человек который заходит в магазин который торгуют шкурами раньше были очень выделка шкур это очень использовались какие-то плохо пахнущие элементы и он говорит человек который зашел вот в это место где эти шкуры продают он выходит он потом неделю отмыться не может от этого запаха то же самое в когда мы слышим какую-то информацию если мы слышим что-то веселое позитивное вдохновляющее она нас поднимает если мы слышим что-то плохое вот я прям сегодня просмотрел новости и для себя решил все я больше не открываю новости то есть что их смотрю что их не смотрю все равно ничего в мире не поменяется от этого я не участвую в ни в какой политической жизни поэтому от того что я смотрю новости я никак на них не влияю но тот негатив который выливают в через новости журналисты каждый при этом обслуживая какой-то свой личный интерес не личную неприязнь к тем про кого он пишет то это конечно ужасно и очень-очень расстраивает да поэтому я решил сегодня посмотрел и и решил что я новости больше не хочу открывать не хочу тратить ни время свою не жизнь не впитывать этот мусор который который реально в новости переполнены вот этим вот мусором а теперь давайте перейдем к хорошим историям я хочу рассказать сегодня искал историю про рыбы нашел историю но к ней я хочу присоединить две похожих истории она мне напомнила то что лично я в своей жизни наблюдал история называется что хорошо для ротшильда значит есть такой обычай что в празднике когда собираются есть главные праздники религиозные еврестии праздники в каждый праздник есть чтение торы много людей собирается в синагодии и так как выйти к свитку торы и сказать благословение за всех это большая честь а как кому ее дать непонятно то придумали такой специальный ритуал что тот кто дает больше денег на нужды общины на нужды бедных кто-то дает больше сдать и того и вызывают к торе тому оказывают этот почет и принято что когда на праздник говорят устраивают как аукцион значит устраивают аукцион гавы и люди те кто кому бог дал деньги в течение года и на праздник они празднуют что слава богу вот наступил этот праздник момент этот то они между собой эти люди которым бог дал деньги они соревнуются кто больше денег даст на нужды бедных на на синагогу на нужды общественные и рассказывается история что на праздник шмини ацер и сим хатора это праздники такие большие праздники значит в в конце сукота не происходят в главной любавческой синагоги на 770 она называется 770 да ее номер на истерн парк значит был один человек который звали его мендел мендел дризен который покупал несколько лет подряд выход к одной из алиот это называется одно из поднятий и он несколько раз выигрывал в этом аукционе а есть такая такой как закон что если три раза что-то происходит хорошее то и она уже закрепляется и за ним закрепили уже эту последнюю его вот сколько он дал денег последний раз и решили эту алию больше не продавать то есть он три три года подряд он покупал выход к торе вот к этому моменту выделял там достаточно большую сумму выигрывал у всех это соревнование и уже решили больше не продавать и вот как-то наступает этот праздник и к нему подходит раф шмаря шмаряу гураре это был значит любая честная рэбэ последний он был женат на назвали его жену рэбэ цен как звали жену рэбэ по-моему рэбэ цен хая мушка да а у нее была сестра родная старшая и у нее был муж то есть вот был рэбэ любая чести а вот был рэбэ шмаряу гураре он был его как свояк называется то есть близкий человек и он подходит к этому мэндлу подходит он к мэндлу дризину этому и говорит вы знаете говорит есть один человек который тоже хочет эту алию купить но ее уже не продают она уже ваша но может быть вы все-таки согласитесь в этом году чтобы ее отдать кому-то он даст денег больше чем выдавали в прошлом году на нужды общины и может быть вы сможете это сделать значит этот мэндл которого звали мэндл дризин он был бизнесмен он был очень много давал денег такой напористый бизнесмен он ему говорит вы знаете говорит я вам там ураву шмаряу гураре рассказать я вам расскажу сейчас историю значит в лондоне в самой главной синагоге на емки пур происходит как раз вот самый главный аукцион есть такая такое как вера да такое убеждение что тот кто выходит в емки пур когда читают книгу йоны пророк йона есть такая специальная книга как его кит проглотил потом он пришел город нинвы все там раскаялись и так далее что тот кто поднимается во время чтения этой книги в емки пур к торе то значит у него будет финансовое благословение в этом году невероятное и в ло это самая дорогая всегда алия самое больше всего происходит вот за нее прям борется те кто заработали уже деньги они хотят еще больше заработать и они понимают что все от бога и они часть денег отдают на нужды синагоги и значит в в лондоне всегда выигрывал ротшильд ротшильд именно семья ротшильдов она живет по всем главным городам европы и лондонский ротшильд он всегда покупал эту алию и вот уже не никто с ним даже не соревновался и тут однажды в один из годов он объявляет какую-то сумму которая обычно никто с ним даже не спорил и значит в этот момент в этот момент вдруг сзади синагоги слышится голос и кто-то говорит я даю больше я даю больше назвал сумму больше ротшильд которого это страшно удивило он побежал посмотреть кто там кто это с ним решил соревноваться и вот он прибегает туда в конец синагоги пораженный видит своего делового партнера и это деловой партнеров он не еврей он ему говорит ротшильд а ты чего делаешь это же еврейсти религиозный праздник йомки пур ты же не еврей даже зачем тебе нужно давать деньги на нужды общины зачем это тебе а тот ему говорит его партнер ты знаешь говорит ротшильд я же твой партнер я знаю что лучше чем ты разбирается куда вкладывать деньги. Ну, никто лучше тебя не разбирается. Если то, что хорошо для тебя, то, что ты покупаешь, так это точно хорошо и для меня тоже. Поэтому я решил это тоже купить. Поэтому это мой мотив. Я не знаю, как закончилась дальше эта история в Лондоне, потому что Мендал рассказал эту историю для того, чтобы ответить вот этому вот своё куребе. Он ему говорит, вы знаете, если кто-то хочет купить эту алию, так она и для меня хороша. Почему я должен её продавать? Я её всегда покупал, значит, так он сказал, красиво, нет. После праздника, продолжение истории, они опять встретились с этим реб Шмаряо, и реб Мендал его спрашивает, а скажите, говорит, а кто хотел купить алию, которую обычно я покупаю? А тот ему говорит, это ребы меня послал, это сам ребы меня послал. К нему кто-то приехал, и он хотел его почтить этой алиёй. Это тогда Мендал говорит, как же так? А я, если бы я знал, что это ребы, так я бы, конечно, конечно бы, я бы, ну, отдал бы всё. И тогда этот Шмаряо ему рассказывает, что я, говорит, когда ребы передал эту историю про Ротшильда, передал ваш ответ, ребы рассмеялся и сказал, пусть этот стих остаётся на части у Мендала. Он говорит, пусть эта алия остаётся на части у Мендала. И, значит, засмеялся, всё. Так закончилась эта история, которую я вам хотел рассказать. Теперь история из моей жизни, которая очень на это похожа. Одна длинная, эту длинную историю я расскажу, напомните, я расскажу её в воскресенье. С Божьей помощью сегодня я не успею. Одна короткая. Значит, один молодой еврей из Днепропетровска, который очень хотел проводить уроки Торы, и он очень хотел развить организацию, но у него не было денег. И он старался, он искал деньги, он сам проводил уроки Торы. И вот однажды он поехал в эту синагогу, 770 в Нью-Йорк, а он из Днепропетровска. Поехал он в эту синагогу, и, значит, на Йом-Кипур, люди торгуются за алиот. И дошла цена за, ну там, уже несколько, 100 тысяч долларов, 150, 200 тысяч долларов. В общем, он встает и говорит, я даю 250 тысяч долларов за вот это вот поднятие Актори на книгу Сефер Йона. Ну, никто с ним не стал соревноваться, и он покупает эту алию в Йом-Кипур, книга Йоны, он выходит, все, значит, читает эту книгу Йоны, пророка Йоны, и он возвращается в Днепропетровск, и говорит, вы знаете, я был в самой главной синагоге для Хаббада, эта синагога, она самая главная. Я был в 770 на Йом-Кипур и купил эту алию к книге Йона. Но у меня теперь есть год, чтобы эти 250 тысяч как где-то найти, но у меня нету этих 250 тысяч. То есть я пообещал их дать, но у меня их нет. Теперь, значит, но у меня есть благословение, у меня есть благословение, что я в этом году должен разбогатеть. И, значит, он ходит и всем это рассказывает, всем это рассказывает, и он ходил по богатым людям, и он у них просил, чтобы дали деньги на его проект. И он говорил так, если вы мне дадите на мои проекты благотворительная организация для молодежи и так далее, миллион долларов, я вам передам вот эту вот заслугу, которая у меня есть. Значит, однажды он встречает одного молодого тоже еврея, который только-только начал соблюдать. Он очень такой богатый, молодой, дерзкий. И он ехал как раз на какую-то очень для себя важную сделку, какие-то там IT-проекты и так далее. И он ему говорит вот этому вот этому вот парню, он говорит, смотри, давай так с тобой договоримся. Если я сейчас продам то, что я собирался продать за там ту сумму, которую я хочу, то есть, если я сейчас на этих переговорах получу деньги и продам там долю в каком-то бизнесе за столько, сколько я хочу, я тебе дам миллион долларов на твой проект. Договорились? Договорились. Он говорит, ну ты молись же, чтобы Бог мне помог и чтобы я продал. В итоге он едет, продает то, что хотел продать долю в своем проекте за несколько миллионов долларов и миллион долларов, как и обещал, передает в проект вот этого парня. Тот из этого миллиона долларов 250 тысяч возвращает в синагогу 770 и на 750 тысяч создает невероятную организацию, в которой сейчас тысячи-тысячи детей, подростков изучают иудаизм, изучают Тору, учатся молиться и так далее. Вот эта история, которую я слышал именно от этого парня, отлично слышал. И есть у меня еще одна история, тоже про вот такую же похожую историю, которую я слышал именно от участника этой истории. Хорошо, друзья, значит, что мы отсюда выучили? Мы выучили, что первое, Бог управляет миром через людей, то есть люди являются проводниками божественной воли. Каждого человека по жизни двигает его намерение, его желание, его вера, как работает мир и вера в Бога и выполнение заповедей соединяет с Богом. Не вера в Бога и не выполнение заповедей, отдаляет от Бога. Злое язычие, оно создает черный мир и ухудшает отношения. Добрые слова создают добрый мир и улучшают отношения. Все, каждый человек, он творец, создатель себя, своего мира, своей жизни и даже каждый человек творец своих взаимоотношений с Богом. То есть мы создаем вот эту связь и своей верой мы ее усиливаем, мы ее укрепляем. Как говорил пророк Хавакук, цадик бэээмунато и хье. Праведник своей верой будет жить. Все, всем удачи и успехов. Шаббат шалом. Мы верим, что шаббат это знак союза с Богом. Мы верим, что Бог шесть дней сотворял небо, землю и все мироздание и седьмой день отдыхал. И шаббатным отдыхом мы подтверждаем эту свою веру. Все, удачи и успехов. Всем шаббат шалом. Всего хорошего. До воскресенья.